коллеги всем привет на связи халеба евгений и в этом видео я расскажу вам о том что почитать да о трейдинге часто получаю в личку вопрос о том что почитать где учился что читал сам и решил сделать вам такой гайд некий обзор своей библиотеки трейдера ну что ж давайте приступим как видите у меня здесь четыре стопки первая стопочка у нас это финансовая теория вторая стопочка поменьше это конечно экономика потом у нас стопочка вы видите не видите а ну видите такой кусочек это у нас психология здесь больше когнитивной психологии именно да то есть это никакая там глубинная так далее ну и стопочка трейдинг даже тех анализ разные там книги о трейдинге то есть то что я читал конечно же не все книжки вошли в этот обзор поскольку их 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 достаточно много и обозревать их все не имеет смысла то есть на мой взгляд это те книги которые помогут вам разбираться в финансовых рынках как разбираюсь в них я и так давайте приступим пожалуй начнем мы с эти с экономики да поскольку у меня много макроэкономического анализа откуда это я все взял да вот пожалуйста мы начинаем с первой книги и так у нас первая книженция это деньги банковское деле делая денежно-кредитная политика что за книженция автор кэмпбелл книжка старая 93 год но те теории которые здесь изложены они рабочие по сей день конечно уже есть современный монетаризм да а это именно монетаризм его еще и называют нео монетаристы да и нео монетаризм к сожалению это новая литература новая наука нео монетаризм и русских книг на эту тему нету только за зарубежно у меня сын сын с могу читать на английском языке но обязательно буду если появится русскоязычная печать впрочем деньги кэмпбелла достаточно хорошая книга для того чтобы понимать монетаризм да то есть что происходит с денежной массой на самом деле статьи мои которые еженедельная с обзором денежной массы и долларовой ликвидности это вот отсюда в теории двигаемся дальше ну конечно же конечно же что экономикс конечно же экономикс экономикс это здесь собрана как макроэкономическая теория таки мигроэкономическая теория то есть как теория описывающая деятельность компании таки теории описывающие хозяйственную деятельность экономики. То есть в целом, что происходит в стране. Ну, понятное дело, что все строится на ВВП и вокруг него. Поэтому здесь все это изложено и рассказано. Книжка достаточно простая. Она входит в курс MBA. Поэтому она, в принципе, для понимания доступна всем. То есть я рекомендую книжечку Economics. Это у нас автора Брю и МакКоннелли. У меня старое издание. 17, это 2005 год. Уже есть, по-моему, 21-е, либо 22-е за 2000. По-моему, 19-е. Но я уже буду ждать следующий выпуск, в который войдет экономический кризис, который мы пережили в марте. Economics. Ну, вот эконометрика. Их много книг, конечно, по эконометрике. Она у меня тоненькая. Особо здесь ничего нет у меня такого. Ну, понятно, что нужно уметь обсчитывать экономику и строить модели. То есть эконометрика это прикладная математика для того, чтобы просчитывать и обсчитывать те модели, по которым ты прогнозируешь экономику. очень нужная вещь. Надо ее осваивать однозначно. Нефть. Вот такая книжечка. Нефть. Все о рынке нефти. Написал ее Роберт Слейтер. Она достаточно простенькая. Ничего нет ни сложного. Это история рынка нефти. Как все развивалось. Ну, и его структура. То есть, что в него входит. Кто такие ОПЕК. Ну, то есть и так далее, и так далее. В общем-то, для того, чтобы ознакомиться с рынком нефти, да, с физическим рынком и финансовым, наверное, лучше книжки нет. Она тонкая. То есть, это такое чтиво на уикенд. Отличная вещь. Двухтомничек. Двухтомничек Алексей Киреев, пожалуйста. Двухтомничек. Это международная экономика. Все то, что относится к валютному, к оценке валют, это все международная экономика. То есть, все те теории, которыми я пользуюсь в телеграмм-канале, те посты, которые я публикую с оценками валютных курсов, все они взяты отсюда, в эти все теории. То есть, международная экономика, это в первую очередь ценообразование курсов валют. Ну, понятное дело, что это и так же потоки капиталов и так далее. Но курсы валют, это следствие потоков капитала и спроса на валюту для транзакций, да, то есть, для товарооборота. Книжка достаточно сложная, двухтомник, это учебник для вузов. Киреев молодец, мужик умный, грамотно все изложил. Есть много интересной практики, есть история международной экономики, то есть, все то, что нужно знать о международных отношениях и экономике. Рекомендую, в первую очередь, ее. Конечно, ее надо читать после того, как вы ознакомитесь с базовыми теориями по макроэкономике с экономикс. Ну, и такая вот книженция, прикольная, секреты экономических показателей, написал Бумоль, это известный журналист. Прикольная книжка, старенькая, 2003 год. Ну, в принципе, те показатели, которые здесь обозреваются, они и сейчас имеют вес и публикуются стат-агентствами по всему миру. Книжка крутая, это такая настольная книжка экономиста, то есть, чтобы понимать, что происходит. Ну, то есть, даже не просто теоретика экономиста, экономиста практика, да, то есть, кто использует анализ экономики для того, чтобы проторговать эти идеи. Ну, я рекомендую эту книгу взять, она недорогая, пусть она у вас будет на столе и вы будете знать всегда, какой показатель, что означает. По экономике, собственно, и все. Этих книг вам хватит для того, чтобы понимать и ориентироваться в мире макроэкономической статистики и понимать аналитику других людей, которые пишут, ну, экономистов, да, в первую очередь. Теперь давайте перейдем к обзору книг по финансовой теории. Вы, как видите, их больше, поскольку, конечно же, я в первую очередь трейдер, а не аналитик. Вся моя аналитика носит прикладной характер, то есть, я это делаю для того, чтобы понимать качественные оценки, да, то есть, вверх или вниз. Финансовая теория нас учит, как оценивать количественно, что делать с рисками и так далее, и тому подобное. Поэтому приступаем к большому блоку по литературе, связанной с финансовой теорией. Первой книжечкой у нас будет «Рынок облигаций. Курс для начинающих» от «Рейтер». В принципе, книжка неплохая. Для того, чтобы ориентироваться в долговом рынке, этого достаточно. Даже если вы не торгуете долговые инструменты, вы должны понимать некое ценообразование, да, то есть, как это все происходит на долговом рынке. Долговой рынок – самый ликвидный рынок, да, то есть, как и валютный. Поэтому нужно знать, что происходит на долговом рынке, чтобы оценивать в общем ситуацию на финансовых рынках. Этой книжки вам хватит для того, чтобы более-менее ориентироваться. Следующая книжка. «Опционы. Полный курс для профессионалов» «Саймон Вайн». Отличная книженция, очень крутая. Много внимания уделено именно практике. То есть, человек – реальный опционный трейдер, трейдер валютных опционов в крупном банке европейском. То есть, у него есть богатый опыт торговли опционами на валюты. Очень много интересной практики, интересных случаев жизни, как это все происходит на крупных деньгах. То есть, очень крутая книга с точки зрения практики. То есть, вот по теории она слабенькая, да, а практика прям огонь просто. Рекомендую всем «Опционы. Полный курс для профессионалов» «Саймон Вайн». Читайте, не пожалеете. Это такая вот книженция, да, «Эви Боди. Финансы». Такой базовый учебник, по-моему, он входит в первый уровень MBA. Базовый учебник о финансовой теории. Стоимость денег во времени, оценка денежных потоков, дисконтирование денежных потоков, оценка риска, управление риском, диверсификация, там, и так далее, и так далее. Аннуитеты. То есть, все то, что связано с миром инвестиций. Да, то есть, мы должны понимать, что вся финтеория строится на понятии, строится не на понятии, а для того, чтобы люди инвестировали деньги. То есть, нам нужно оценить некий актив и его доходность. То есть, денежные потоки, которые он генерирует. Это и есть финансовая теория. Я всем рекомендую, даже если вы трейдеры, а не инвестора, и хотите связать свою жизнь с финансовыми рынками, вы все равно должны понимать, как устроен крупняк. То есть, понятное дело, что инвестора гораздо больше, они гораздо крупнее, чем трейдеры. Поэтому, денежные потоки, которые происходят на финансовых рынках, в первую очередь, детерминируются, да, именно этой группой людей, инвесторов. То есть, это именно фонды, пенсионные, либо корпоративные, либо государственные. То есть, это все эти деньги. То есть, и они живут по этим теориям. То есть, их нужно знать для того, чтобы понимать, ну, хотя бы ориентироваться, да, куда что перетекает. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. В принципе, то же самое, что и эконометрика, но на микроуровне, да. Но, что главное, да, здесь главное не бизнес-анализ, да, здесь главная работа в Excel. То есть, здесь описаны формулы, и как посчитать регрессию, корреляцию, ауторегрессию, там, Delphi, Shelfi и так далее. То есть, все это происходит в Excel. Все мои картинки, которые вы видите авторски, это все работа в Excel. Поэтому Excel нужно знать, и это важная книжка для того, чтобы ориентироваться в этой чудесной программе Microsoft Office, да. Следующая программа – риск-менеджмент. Ну, у меня прям энциклопедия, она достаточно старая, тоже 2005 год, наверное. В принципе, она, ну, это русское издание, Лобанович Игунов. На самом деле, она для банков, естественно, то есть, для банкиров. Здесь упор именно на банковскую деятельность. Ну, понятное дело, что я черпал именно отсюда свою структуру риск-менеджмента. У меня все это распределяется по лимитам, да, то есть, на счет, на портфель, на активы и так далее. То есть, достаточно крутая книжка для того, чтобы погрузиться в теорию риск-менеджмента и понимать, как это делается институциональными управляющими. Это очень важно. В принципе, для трейдера она не полезна. Ну, она полезна как в целом, да, ликбез, да. Ну, а вы можете и не подчеркнуть отсюда ничего важного. Но, как минимум, вы просчете и расширите горизонт, будете знать, как управлять риском банка. То есть, это важно. Прочесть ее стоит. Может быть, не такую крупную, то есть, в принципе, может быть, и хватит раздела об управлении риском из книжки финансы Эвина Боди. Важная книжка, очень важная книжка, Джон Холл, «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты». Важнейший учебник, важнейший. Также об инвестициях, в принципе, естественно. Почему? Потому что в вузах учат инвестированию, а не трейдингу. Поэтому, конечно же, вся финтеория строится вокруг инвестирования, а не трейдинга. То есть, понятие спекуляции не существует в мире научном, то есть, в мире академическом. Поэтому спекулянты не входят в область изучения программы вуза. Поэтому все книги об инвестировании. Крутая вещь, ценообразование опционов, фьючерсы, здесь есть все. Здесь есть финматематика, статистические финансы. То же самое, есть база по финтеории, расчет денежных потоков, расчет риска, оценка риска, управление риском. То есть, здесь есть все. Я с ней работал, видите, тут у меня много закладочек, как и в экономиксе. Я с ней работал достаточно много, вот тоже сверху еще закладки. Она очень важная для понимания, что такое финансовый рынок. То есть, она открывает глаза на широту этого рынка и на глубину. То есть, мы видим трейдеры, его просто через призму индикаторов и фигур. А на самом деле он гораздо больше. Банковское дело, то есть, вернее, биржевое дело Дегтярева. Видно вам? Да. Суперкнига. Суперкнига. Много об истории биржи, что такое биржа, регуляция бирж, регуляция брокерской деятельности. Все связано, все то, что связано с биржей. Ценообразование фьючерсов также есть. Какие биржи существуют. Все, 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 все о бирже. Кстати, здесь много о спредах есть. О межтоварных, о рыночных, о календарных и так далее. Я рекомендую, это очень полезная вещь. Опционы Шелдон Наттенберг. Крутая штука. Вот если Саймон Вайн, это книга именно о практике в основном, то именно опционы Наттенберга, это книга о теории. И достаточно крутая книга о теории. Я рекомендую, я рекомендую всем, кто изучает опционы, вот эти две книжки. Они друг друга очень отлично дополняют. Ну и понятное дело, что надо постоянно практиковать. Замыкаем мы финтеорию, учебниками по финтеории, классическими, классическим учебникам по финматематике, стахастические финансы, Андрей Ширяев. Двухтомничек. Великолепнейшая вещь. Каждый уважающий себя трейдер должен иметь эти две книжки у себя в библиотеке. Очень крутые вещи. Стахастическая математика, финансовая математика, случайные процессы, винеровские процессы, распределение активов во времени, работа с данными, работа с временными рядами. Все-все здесь есть. То есть вот это просто те, кто любит кванты, то есть это вот сюда. Однозначно эта книга будет достойна вашего внимания точно. Ну и просто это должно быть у тебя под рукой, потому что каждый из нас, ну это для расширения горизонтов, то есть для удовлетворения любопытства. То есть а что еще есть? А есть еще вот математика, пожалуйста. Так, мы закончили два блока, переходим. Теперь давайте перейдем на книги о трейдинге. Что у нас здесь есть? Книги о трейдинге. Так, ну давайте начнем с первой. Корнелиус Лука. Торговля на мировых валютных рынках. Хорошая книжка, очень хорошая книжка. Здесь есть как теханализ, фундаментальный анализ, история валютного рынка, история денежного обращения, ну вообще история денег в целом. Образование международного валютного рынка, технический анализ, управление рисками. Ну в принципе здесь, эта книжка, вот я считаю, что для людей, торгующими Форекс, это must have, и каждый должен ее прочесть, просто чтобы знать, что они делают. Да, есть вот валютные опционы, форвардный рынок, валютные кросс-курсы, валютные фьючерсы, экономические и фундаментальные факторы, опционные стратегии, технические фигуры, фигуры изменения тренда, теханализа. Ну здесь все вообще, это супер книга, я рекомендую для всех начинающих, для всех начинающих по Форексу, я рекомендую точно. Энциклопедия технических индикаторов рынка Роберт Колби, великолепная вещь, человек проделал колоссальнейшую работу, все ведущие индикаторы, он просто прогнал по, протестировал на истории, на столетней истории, взял где-то временные ряды, такие крупные, вывел правила этих всех индикаторов, наиболее выгодные, то есть супер вещь, я всем рекомендую, если вы найдете максимально новое издание, чтобы там было еще больше индикаторов, я конечно вам советую взять его, у меня 2011 год, но оно переиздается, я думаю, что уже есть и посвежее. Это важная книжка, запомните ее и обязательно купите. Японские свечи, Григорий Моррис, классика, да, японских свечей, раньше я этим увлекался, там разные, там трипера, там вороны всякие, повешенные и так далее, в принципе, для расширения кругозора, неплохо. А вот у нас, Бенуа Мандельброд, Мандельброд, моя любимая книжка, это моя любимая книга, я отнес ее «Непослушные рынки», да, я ее отнес к книгам о трейдинге, потому что здесь все-таки есть фракталы Мандельброда, то есть это некие технические фигуры, поэтому отнес сюда, в принципе, эта книга, она относится к финансам, она относится к психологии, она относится к трейдингу, она относится к истории биржи, то есть это очень прикольный учебник, это такая работа классная, Мандельброда, кстати, Талеб, это последователь Мандельброда, Мандельброд первым поставил под сомнение, что рынки не распределяются нормально, да, что поэтому любой стад метод не может быть применим к финансовым рынкам, то есть для оценки временных рядов, ну графиков я имею в виду, да, поэтому вот он первый, супер вещь, мне очень понравилось, и на самом деле я периодически ее перелистываю, ну просто ради удовольствия, книжка написана прикольно, я всем рекомендую ее прочесть, «Непослушные рынки» Мандельброд, ну и волновой анализ, как без этого, да, раньше я не увлекался, книжки перечитаны, видите, много раз мной, волновой принцип, или это проектор, ну естественно, кто же еще, проектор у нас ее написал, ну, такая, субъективная штучка, ну, мне нравится, то есть мне, в принципе, нравится рисовать, поэтому я люблю порисовать на графиках, ну и вторая, Сафонов, книга Сафонов, практическое использование волн Элиота, тоже много с ней работал, закладочки, пожалуйста, вот так она выглядит, ну, много наглядных примеров, как Сафонов размечал, там, да, понятно, что теория есть, еще у меня есть, болтон, тоже много практики, но он у меня в электронном виде, собственно, по трейдингу все, ну и переходим, переходим мы, это я потом в конце обозрел, ну, психология, да, то есть, конечно же, нас интересует когнитивная психология, да, то есть, в первую очередь, что, что мешает человеку принимать верное решение, да, ведь решение в трейдинге, качественное решение в трейдинге, это самое главное, не куда пойдет рынок, а вот качественное решение, да, то есть, это то, о чем говорил, Забыл, как его зовут, который написал один хороший трейд. То есть, вот качественное решение, это и есть один хороший трейд. Даже если убыточный трейд, но он качественный, это супер трейд. Поэтому мозг нужно прочищать. Ну, первая книжка, как не ошибаться, называется Элленберг. Она написала Джордан, сила математического мышления. Книжка о математике, да, то есть, что это за наука. Книжка, базовая теория математически изложена очень просто. Много о когнитивных искажениях здесь, много о статических оценках, да, о теории вероятности. В принципе, каждый должен ее прочесть, да, ну, если вы не знакомы со статистикой теории вероятности, вам нужно ее прочесть, чтобы понимать, что это такое. Новая поведенческая экономика. Ричард Таллер получил Нобелевскую премию, кстати, за подталкивание, за теорию подталкивания. Да, вот книжка, я ее отнес именно к психологии, а не к экономике, как здесь заявлено, что это экономическая книга, да, литература. Но нет, на мой взгляд, она также носит характер психологический, то есть, это как устроен мозг, да, как он работает, как мы ошибаемся, как мы принимаем решения, почему мы ошибаемся и так далее. То есть, нужно понимать, что мы все люди и подвержены человеческому фактору, поэтому нужно работать именно с сознанием, набивать его знаниями. Чем больше знаний, тем решения твои будут качественнее. Теория игр. Написан Диксит и Нелбов. Искусство стратегического мышления в жизни и бизнесе. То есть, конечно же, это то, о чем я и говорю. То есть, это книга о том, как принимать качественные решения. Это важный момент для трейдера принятия качественных решений. То, как говорил Гордон Гепко, да, в фильме «Волл-стрит», что лучшая книга о финансах – это искусство войны Суньзы. То есть, это именно книга о стратегиях, да, то есть, как правильно разрабатывать стратегии жизненные, да. То есть, это относится и к рынкам. То есть, у каждого из нас обязана быть стратегия или система на рынке. Не важно, она внутридневна или долгосрочна, не имеет значения. Обязана быть четко структурированный план действий, да. То есть, это и есть стратегия. Рекомендую всем ее прочесть. Ну, конечно, «Черный лебедь», да, «Талеба». Без этого никуда. Есть антихрупкость еще, есть одураченная случайностью. Все это об одном и том же. В принципе, ну, книга интересная, да, но она будет сложная. Сложная будет она, потому что она напичкана философскими терминами. И на самом деле, без базовых знаний философии ее освоить невозможно. То есть, ее можно прочесть, но невозможно понять. Поэтому давайте вот эту отложу и покажу вам двухтомничек «Мир философии». Обязан каждый ее прочесть. Почему? Потому что философия в разделе «Эпистемология» либо «Агносиология» да, это раздел философии, который изучает именно процесс познания, да. То есть, то, как мы познаем работу с сознанием, да. То есть, как это все происходит. Круто об этом пишет Кант, круто об этом пишет Декарт. То есть, это все здесь изложено. У меня двухтомничек, это энциклопедия. То есть, здесь взята философская проблема и изложен там ряд, то, что об этом думают философы прошлых лет, да. Начиная от Древней Греции и заканчивая прошлым веком. Достаточно неплохо все изложено. Мне очень нравится двухтомничек. То есть, все проблемы философии, которые стоят перед этой наукой, здесь изложены в кратком виде. Ну и читая отрывки из книг великих философов, ты понимаешь, кто тебе больше импонирует. И дальше можно будет его почитать более глубже. К примеру, мне нравятся Кант и Декарта. То есть, я взял и прочел их книги на предмет того, как человек ошибается, почему ошибается и так далее. Это важно. Ну и последняя книжка из области психологии. Макс Гюнтер. «Аксиомы биржевого спекулянта». Книжка простенькая. Такая, видите, да. Это вот, это даже не для уикенда, а для гортранспорта. То есть, это ты раз и читаешь. Она очень простая. Да, все изложено просто. Жадность, страх, там и так далее, и так далее. Все здесь есть. Рекомендую, почитайте. Достаточно неплохо. Кстати, финам изложил. Да, вы видите, да? Выдал. Так, ну и бонусом пятый раздел нашего гайда по моим книжкам. Это просто то, что мне нравится. Да, то есть, то, что я рекомендую. Это вне рамках оно находится. Хоть это и книжки о трейдинге, так или иначе, но оно вне рамках. Первое, то, что я читаю сейчас, это Гюстав Лебон. Психология народа Вимас. Интересная книжка. Я ее уже перечитываю третий или четвертый раз. Это была, эта книга, это настольная книга Ленина была. То есть, она о том, как мыслит толпа. Да, то есть, это именно о психологии толпы. Это крутая вещь для трейдера. Почему? Потому что всех нас, естественно, подталкивают к чему-то через СМИ. То есть, нам скармливают ту информацию, которая требуется узкому кругу лиц. Да, и вот это нужно уметь, ну, хотя бы понимать. Да, то есть, понятно, что распознать это сложно. Но хотя бы понимать, что все то, что мы читаем, это все может быть неправдой. Не навреди Генри Марш. Нейрохирург. Очень крутая книжка о риск-менеджменте, в первую очередь. То есть, у человека под риском жизнь другого человека. Круто описывает работу хирурга. Великий человек, однозначно. Великий человек современности. То есть, мы живем в одной эпоху вместе с ним. Прикольная штука. Рекомендую всем прочесть, что такое риски для финансиста. И ответственность, конечно же. Ну, понятно, алхимия финансов. Джордж Сорос. Супер книжечка. Мне очень нравится. О том, что он делает. Алан Грисбин. Гринспин. Эпоха потрясений. Глава. Бывший глава ФРС. Интересная книга о работе чиновником. О том, что нас ждет. Его мысли о будущем. Прикольная вещь для тех, кто любит экономику по-настоящему. Так как люблю ее я. В общем, я показал вам то, что я читаю. Я надеюсь, что это видео было полезно для вас. Я надеюсь, что вы почерпнете отсюда для себя что-то интересное. И возьметесь за ум. Рад был увидеться. Всем пока. До встречи на рынках. Кстати, да. Если вам понравилось видео, то обязательно подпишитесь. Поставьте колокольчик. Прокомментируйте и лайкните. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!